В понедельник 10 мая с 10 по всей Латвии на 3 минуты будут включены сирены для проверки работы национальной системы раннего оповещения, а также для выявления неисправности или нарушений в работе сирен. В этот раз будет два новшества. Во время проверки сирены будут подаваться волнообразные сигналы в течение трех минут. То есть сирена будет звучать 5 секунд, а затем прерываться и снова возобновляться. Также впервые пользователям приложения 112 Латвии будет отправлено уведомление о включении сирен, что позволит протестировать приложение в реальных условиях и улучшить его в случае необходимости. Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что 20 мая у жителей не будет причин для беспокойства и не требуется никаких дальнейших действий, так как это всего лишь очередная проверка. Кроме того, служба напоминает, что если жители не были заранее предупреждены о проверке сирены, то, услышав сигнал, они должны включить телевизоры и радиоприемники или другие устройства, например, радио на мобильных телефонах, чтобы получить информацию о причине включения сирен и о необходимых действиях. Социальная служба Венсполса информирует о том, что отдельные категории лиц могут получить финансовую поддержку на поддержание в порядке, прилегающей к недвижимому имуществу территории. Если одинокий пенсионер или инвалид проживает один, родственники не могут ему помочь в проведении работ по уходу за территорией общественного пользования, что включает в себя покос травы, содержание в порядке канав, зимой уборку снега, то в этом случае самоуправление выделяет ежемесячное пособие. Эту финансовую поддержку могут получить те пенсионеры и инвалиды, чей месячный доход за последние три месяца не превышал 527 евро. Еще одно условие – претендент не может самостоятельно выполнять эти работы по состоянию здоровья. Кроме того, необходимо проживать в конкретном доме, где есть такая территория, если у получателя нет детей или внуков. За исключением случаев, когда они тоже не могут выполнять эти обязанности по состоянию здоровья либо учатся очно в каком-либо учебном заведении. Чтобы получить этот вид пособия, необходимо подать заявку в социальную службу города, предоставить справку от врача, удостоверяющую тот факт, что человек по состоянию здоровья не в силах ухаживать за прилегающей территорией. Подробную информацию можно узнать, позвонив в социальную службу города. Два дня, 16 и 17 мая, в Венсполсе на проспекте Лейлайс от улицы Ганеву до улицы Колдегас ведутся ремонтные работы, из-за чего затруднено движение автотранспорта. На данном участке меняют дорожное покрытие. Автоводители призывают следить за временными дорожными знаками. Во время работ закрыто движение в направлении улицы Вассерницу, а двустороннее движение организовано по оставшейся части дороги. В этом году Театральный дом Юра Сварты отмечает 15-летний юбилей с момента открытия после реконструкции. На протяжении всего сезона здесь проходили различные мероприятия и спектакли, приуроченные к этому празднику. А на этой неделе состоялся главный праздничный концерт, на котором побывала и наша съемочная группа. На этой неделе Театральный дом Юра Сварты отметил свой 15-летний юбилей грандиозным концертом, собравшим актеров театров и любимых музыкантов. С момента реновации, после которой Юра Сварты стал театральным домом, прошло 15 лет. За это время на его сцене выступило множество актеров и музыкантов, было сыграно около 400 спектаклей и проведено около 600 концертов. Однако здание имеет более долгую историю. Ранее это был дом культуры Рыгболовецкого колхоза Сарка-Набака. Интерс Буссули, с которой приехал в Венсполс на учебу в музыкальный колледж в 1993 году и прожил здесь пять лет, хорошо помнит, каким оно было до реконструкции. В 1993 году, когда я приехал жить в Венсполс, Юра Сварты здесь уже существовали, не знаю как долго, где-то десятилетия до моего приезда. И с этим местом меня связывают самые наилучшие воспоминания. Здесь были и праздники, и концерты. Также тут был концерт наш, совместный с Абонмента Ортистрис. Да и в целом у меня с Венсполсом замечательные ассоциации. А когда я в 1998-м отсюда переезжал, реновации в Юра Сварты еще не было. Потом здесь были какие-то мероприятия, слет выпускников музыкальной школы. И когда тут все отремонтировали, не помню, были ли мы на этом празднике, тогда это было просто вау! Это все персональное оборудование звука, которое висит на потолке. Это достойно уважения. Настоящий дом театра и концертов. В двухчасовой концертной программе прозвучали песни из популярных спектаклей. На сцене также выступали актеры из Валнерского театра, который в настоящее время находится на реконструкции. Они с удовольствием привозят свои спектакли в Венсполс, поскольку у них временно нет собственной сцены. Актеры подчеркнули, что крайне важно иметь культурное пространство в каждом городе. Это дает чувство единения, позволяет отключиться от повседневных дел, а также дает чувство принадлежности. Да, чувство принадлежности своему народу, стране и городу. И возможность быть все вместе. Культурному пространству надо быть везде. Все эти залы расширяют кругозор каждого человека. Он начинает совсем иначе смотреть на вещи, которые его окружают. Это очень важно. Ведущий концерта Мартин Шкантерс отметил, что на юбилее выступают артисты, которые так часто приезжают в Венсполс, что уже чувствуют себя здесь как дома. Венсполс сложно сравнивать с каким-либо другим городом. Хотя я тотальный рижанин, но корни мои спрятаны именно в Курзуме, совсем недалеко от Венсполса, в Угале. Мой прапрапрадед жил в Венсполсе, так что у меня есть связь с фамилией Муценеки, со стороны мамы. У меня есть схожие чувства в Риге, улица Лашпиша и Дзирному. Когда я по ним иду, я эмоционально ощущаю чувства из детства. И в Венсполсе я чувствую тоже схожие генетические эмоции. Что-то мне здесь нравится. Это мой дом. Поздравить с праздником приехали актеры театра «Дайлос», которые совсем недавно ганстролировали в Венсполсе. Каждый момент, когда мы находимся здесь, он так организован, так содержателен, что превращается в праздник. И это то чувство, которым нам, актерам, остается только наслаждаться. Мы приезжаем сюда к людям. Здесь есть публика, и нам есть кому отдавать. Вот мы видим, тут было в 40 раз больше этих блестяшек. Люди, уходя, так сильно хотели их сохранить, что забрали их себе. Приезжая сюда, всегда чувствуется, что тебя здесь ждут. И, можно сказать, даже балуют. Зрителей также порадовало выступление Марии Наумовой, которое тесно связано с Венсполсом. Во-первых, именно здесь, в 2002 году, она выиграла национальный отбор на Евровидение, где затем заняла первое место. Лучший результат Латвии за всю историю конкурса. Она также была лицом города. И это лишь малая часть ее приятных воспоминаний, связанных с Венсполсом. Самое яркое – это был мой концерт, предыдущего моего юбилея, который был в цыганских ритмах. Мне кажется, это было самое крупное мероприятие здесь, если мы говорим именно о театральном доме Юра Сварты. Сюда мы ехали с французскими музыкантами. И именно здесь, в Юра Сварты, после концерта они вышли и сказали, насколько интересная латвийская публика. Она очень уравновешенная во время концерта. Все очень внимательно слушают. Но потом вся сцена заполнена цветами. Музыкантов одаривают огромным количеством цветов. Во Франции такого нет. И этот разговор у нас состоялся именно здесь. На концерте выступили артисты из почти всех латвийских театров, а также были использованы современные технологии, включая искусственный интеллект. Эта идея принадлежит режиссеру мероприятия Валдесу Павловскесу. Он также отметил, что за годы работы театрального дома заметил значительный рост профессионализма его сотрудников. Люди становятся намного более профессиональными. Я имею в виду именно работников. Если раньше приезжали, скажем, музыканты из Риги, то звукорежиссера тоже привозили. А сейчас это не так. Работают местные. Театр — это живое искусство, так как ни один актер не сможет повторить одинаковое выступление. На следующий вечер будет другой спектакль. То же самое касается концертов. Певец споет иначе. Посещая такие места, это людей делает духовно богаче. Так как мы в современном ритме жизни, когда все-все надо успеть, мы потеряли умение чувствовать, понимать, любить, страдать, переживать. Поэтому я считаю, если в Латвии будет больше таких домов театра, с такими же условиями, что сюда может приехать и опера, и театр Дайлас, и многие другие, то наша Латвия станет еще более духовно богатая. А кульминацией мероприятия стал неожиданный так называемый виртуальный салют. В мае Латвия отмечает сразу несколько значимых дат. Во-первых, установление независимости Латвийской Республики. Во-вторых, вступление в Евросоюз. Став участницей ЕС, Латвия получила возможность привлекать европейское финансирование для реализации проектов разного масштаба. За 20 лет в Венсполсе были построены новые значимые объекты. Учреждения культуры, образования, лечебные учреждения, велодорожки, улицы. Венсполская библиотека, при которой действует информационный пункт Europe Direct, регулярно проводит мероприятия, позволяющие познавать свою страну и другие страны участниц ЕС. В мае библиотека организовала увлекательный велозаезд, ориентирование по городу. Задачей участников было найти конкретные объекты, реконструкция или строительство которых осуществлялись на европейские средства. Участвовали в велоориентировании команды от четырех человек. Все стартовали в одном месте. И каждой команде надо было посетить все 20 пунктов задуманного маршрута, протяженность которого была около 10 километров. А награждение победителей состоялось во время открытия туристического сезона. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С 11 мая хоккейные фанаты по всему миру оживились. Венспасе они собираются на рыночной площади, чтобы на большом экране следить за играми и поддерживать сборную Латвии на чемпионате мира. Для них также организованы различные конкурсы, игры и турниры. А атмосферу поддерживают диджеи и ведущи. Мероприятие бесплатное финансируется в Венспасском самоправлении. Продолжение следует...